Сегодняшний выпуск будет необычным, потому что помимо традиционной оперативки в правительстве, которая прошла у нас вчера, мы добавим в сегодняшний выпуск обсуждение внезапно случившегося интервью ради Фаридовича Хабирова «Эхо Москвы в Уфе», которое тоже случилось вчера. Оперативка в правительстве вчера началась относительно вовремя и, откашлившись, заслушали оперативное положение в республике, на дорогах и в области чрезвычайных ситуаций. Пока господин Беляев, Мухаммедьянов и Гумеров докладывали о том, что в Багдаде все спокойно, остальные отчаянно скучали, Сидякин с Мурзагуловым без конца гасились смартфоны, я не знаю, переписывались ли между собой или куда-то вовне, но, в общем, доклад этот особого интереса не вызвал. И даже тот факт, что господин Гумеров сообщил, что впервые в истории нового Башкортостана за прошедшую неделю никто не сгорел в пожарах, не вызвал особого ажиотажа и интереса. Вторым вопросом оперативки был доклад господина Беляева, главной звезды нынешних оперативок, о состоянии реализации проекта «Башкирские дворики» по всей республике. Господин Беляев сообщил нам, что, согласно этого проекта, он в этом году героически планировал отремонтировать примерно 6% дворов в республике Башкортостан. Да, действительно, всего о 6% идет речь. Это 400 дворов плюс 54, которые он собирается отремонтировать за счет экономии, но не все так гладко в этом проекте. Начнем с того, что господин Беляев огласил общую смету проекта, а это 1 миллиард 778 тысяч рублей только в этом году. И несложные арифметические операции говорят нам о том, что ремонт каждого двора в среднем будет обходиться в 4 миллиона рублей, что, честно говоря, меня лично слегка ошарашило. Далее начались тревожные сообщения господина Беляева о том, что, оказывается, жители категорически не поняли, в чем смысл этого мероприятия, совершенно не научились подавать заявки на благоустройство своих дворов, пишут без конца какие-то бестолковые письма эти жители, что да как, да как нам отремонтировать. Ну, в общем, все как бы неспокойно. А тем временем 329 объектов из 454 уже определены с подрядчиком, а на 229 объектах уже вовсю идут работы. В общем, до конца непонятно, конечно, как же господин Беляев все-таки смог определить эти дворики для того, чтобы превратить их в башкирские, но, тем не менее, вот такое вот противоречие есть. И, кроме всего прочего, господин Беляев, завершая свой доклад, сказал, что у него есть основания предполагать, что программа будет сорвана, собственно, как и все прочие предвыборные программы господина Хабирова. И, например, примерно 1,6 часть районов в республике Башкортостан не участвуют в этом проекте. В общем, у Беляева никакого оптимистического доклада не получилось. Как, собственно, и во всех остальных случаях, о которых он докладывал, и обеспокоенный Хабиров почему-то решил заслушать Прочаковскую. Прочаковская выступала на оперативном совещании в первый раз. Честно говоря, я затрудняюсь классифицировать это зрелище по какому-то определенному признаку, но это что-то среднее между выступлением воспитательницы детского сада и пионер-вожатой образца 1982 года из какого-нибудь пионерлагеря «Артек». Мадам Прочаковская с восторгом сообщила очарованной публике о том, что дорогой Радий Фаритович поручил ей взглянуть на эту программу глазами жителей. Госпожа Прочаковская поменяла свои глаза человека, который получает зарплату в 350 тысяч рублей в месяц, на глаза простых жителей и отправилась взирать на этот проект. Прочаковская сообщила, что жители безумно рады этой программе, что программа очень хорошая, интересная, востребованная, но вот реализация этой программы в Башкирии разная. Она перечислила безобразные примеры того, как в Нефтекамске, в Уфе на улице Рыльского, в Стерльтамаке на улице Гоголя, в Ишимбае, в Салавате, да и много где, почти везде. Программа эта реализуется странно, где спиливаются деревья, разламывается асфальт и не продолжаются дальнейшие работы. Слегка противоречит своей мажорной тональности. Госпожа Прочаковская сообщила, что в принципе жители вообще ничего не поняли, о чем идет речь, что это за программа, какое благо она им несет. Кроме всего прочего, она констатировала, что данные муниципалитетов и Министерства жилищно-коммунального хозяйства противоречат друг другу, что отсутствует обратная связь с жителями. Но, однако, дальше, спасибо вам, дорогой Радий Фаритович, за эту программу. Жители сплотились из-за нее. Вокруг чего они сплотились? Вокруг спиленных деревьев во дворах? Или вокруг разломанного асфальта? В их дворах сплотились жители? Не было сказано. Но Прочаковская на этой мажорной ноте завершила свой замечательный доклад, слегка повысив, конечно, настроение дорогого Радия Фаритовича, для чего, собственно, наверное, была призвана на трибуну. После этих двух докладов, которые, собственно, противоречили друг другу по тональности, ну, в общем-то, соответствовали по содержанию, Хабиров впал в задумчивость и стал философствовать. Он посетовал на трудности с конкурсными процедурами. Вообще, в последнее время у Хабирова очень часто начинают проскакивать недовольства тем, что вот все нужно покупать на конкурсах, все как-то так забюрократизировано, нужно там проводить тендеры. Ну, как проще же, там, позвал друзей, договорился, они, бац, там, поставочку сделали, там, цену определили, вот так вот чисто на коленках. Ну, вот тут вот какие-то зловредные законы, вот этот 44-й закон, 114-й, 214-й, ну, в общем, все вот эти законы, они так вот ужасно угнетают свободу и полет вот этой вот хозяйственной мысли Хабирова. В общем, он очень печально сказал, что, конечно, нам с этим всем трудно. Потом Хабиров помолчал, осознал, что как-то к нему теряется доверие населения и выдал поручение Мурзаголову. Ростислав Равкатович, цитирую я Хабирова, надо подсветить результаты этой программы, ведь люди нам не верят. Есть определенная доля недоверия, вдруг прозрел Хабиров. Беляева тоже выдал, значит, поручение, надо принять решение о содержании дворов, ведь вот мы сейчас отремонтируем дворы, а кто их будет содержать? Они будут замечательные и тут же их загадят. Ну, конечно, Хабиров плохого мнения о жителях, потому что они, ну, сразу же это загадят. Ну и сообщил, что нужно уже думать о следующем лете и составить график ремонта дворов на 2020 год, раз уж так все плохо получилось в этом году. Ну, и к таким совершенно уже выраженным перлам перешел Хабиров, резюмируя эти доклады, процитирую, не могу не процитировать, это очень такое яркое выражение. Мы же приходим к людям не что-то взять, а дать наоборот. Ну, вообще-то, если честно, дать наоборот – это и есть взять. Очевидно, что Хабиров был очень недоволен вот этим докладом Беляева, однако удержался от своей разгромной критики, которая была в избытке на прошлой оперативке, резюмировал он выступление Беляева следующими словами. «Мы в некотором смысле притираемся с вами. Я буду острые ваши углы и недоработки обходить». Обратите внимание, психологически очень важный момент. Все неудачи, все недоработки Хабиров делегирует своим подчиненным, ну, а вот успехи и результаты он пытается принимать на себя. Ну, как это получается, уже вам решать. Следующим вопросом оперативки был вопрос о готовности сельхозтехники к уборке урожая. Его я опущу, потому что в нем не было ничего абсолютно интересного и даже познавательного. Четвертым вопросом оперативки был вопрос о работе комиссии, обследующих места ДТП, повлекших гибель людей. Эту историю уже много раз обсуждали. Поручение Хабирова было дано на тему создать эти комиссии, чтобы выяснить доподлинные причины каждого конкретного ДТП. Я тогда еще говорил, что это очень правильная, хорошая идея. И вот теперь Мухаммедьянов Тимур Рафисович доложил о том, как она реализована. Он сообщил, что во всех районах и муниципалитетах эта комиссия создана. Правда, не везде их возглавил глава района или муниципалитета, но это дело поправимое. Достаточно дорогому Радио Фаридовичу навтыкать непокорным главам. Он сообщил там числовые данные, сколько чего, где было обследовано, какие меры принимаются после вот этих смертельных ДТП. установка знаков, изменение схем движения, шумовые полосы, контроль скорости, изменение рельефа полотна. Таким образом, господин Мухаммедьянов завуалировал ремонт дороги, на самом деле. Ну и освещение. В принципе, это все очень разумные, традиционные меры. Господин Мухаммедьянов не мог не сделать приятное дорогому Радио Фаридовичу. Сообщил, что у него снизилась смертность на дорогах, на целых два человека по отношению к предыдущему периоду этого года. На самом деле, конечно, это неправда, потому что пока смертность в целом за истекающий период, условно говоря, за шесть месяцев 2019 года превысила смертность на дорогах за шесть месяцев 2018 года. Напомню, что Башкортостан лидер по этому показателю, черному страшному показателю в Павловском федеральном округе и один из лидеров вообще в Российской Федерации. В общем, ситуацию со смертностью на дорогах на самом деле сдвинуть не удалось, и пока докладывать Путину особенно не о чем. Хабиров достаточно благоволительно встретил этот доклад, кивал, поддакивал. В общем-то, он, наверное, понял, что сферу деятельности Мухаммедьянова надо переводить в сферу позитива, иначе можно самому словить очень много шишек от общественного мнения, от населения. И теперь он, значит, всячески делает вид, что господин Мухаммедьянов, оказывается, теперь все делает правильно. В конце доклада Мухаммедьянова Хабиров даже сделал ему некий такой комплимент, если его можно расценивать таковым. Процитирую Хабирова. Обращаясь к Мухаммедьянову, он сказал, «Вот сколько я на вас ногами топал. Хорошо, что вы это выдерживаете. Но за полгода всего лишь на два человека больше спасли». Не знаю, каким образом там и кого спас господин Мухаммедьянов. По окончанию доклада Мухаммедьянова возникли у Хабирова некоторые вопросы. И, в частности, был вот такой вопрос. «А что у вас по термопластиковой разметке? Вы обещали беспрецедентно большое количество этой разметки. Работа идет». Мухаммедьянов бодренько докладывает. «Да, все дороги более 2,5 тысяч километров будут с термопластиком. И уже 82,6% термопластика нанесено. В переводе на русский язык это 1862 километра. В целом ПРБ почти 50%. И до конца июля мы всю разметку сделаем». Казалось бы, вот этот вопрос-ответ можно было бы опустить, если бы не одно обстоятельство. А обстоятельство – это вот какое. «Буквально накануне ночью в центре города, где я живу, невозможно было уснуть до 2-3 часов ночи, потому что с улицы раздавался шум, грохот и стук. Жители выглядывали в окно, и, собственно, вот что они увидели». «Всевышний послал Тимур Рафисовичу Мухаммедьянову волшебную технику из Западной Европы. Машину, которая может особым пластиком, который мгновенно отвердевает на воздухе, нанести на асфальт белые полосы, очень стойкие к истиранию, которые многие годы должны служить автолюбителям и пешеходам в виде разметки». Однако Тимур Рафисович безответственно передал эту волшебную технику в руки неквалифицированных рабочих из Средней Азии, и Джамшут, Рафшан и примкнувший к ним Алежон со свойственной им смекалкой на фоне абсолютного непонимания технологии процесса приступили к работе. Для начала трое героев попытались нанести разметку прямо поверх лужи. Надо отдать им должное, они попытались сначала эту лужу разогнать каким-то пылесосом, они отгоняли воду на примыкающий тротуар, что, собственно, у них получилось не очень здорово, и решили класть разметку прямо по воде. Термопластик упорно не желал ложиться прямо на воду. Немецкий состав пытался при помощи точек и тире передать своему создателю сигналы СОС о нарушении технологии, но Джамшут, Рафшан и примкнувший к ним Однодекханин Алежон были непреклонны. В ответ на это непослушный термопластик растекся внутри лужи и превратился в какую-то непонятную белую кляксу, которая предательским образом тут же отвердела на воздухе и превратилась вообще в что-то совершенно непотребное. Джамшут, Рафшан и примкнувший к ним Алежон, они же не лакомшиты. Эти гении технологии вооружились топорами, газовыми горелками и вырубили, как им предполагалось, им представлялось, нужную конфигурацию изображения на асфальте. В общем, конечно, выглядело это ужасно, длилось это примерно 3 часа. За 3 часа они соорудили вот эту вот совершенно кошмарную разметку через улицу Ленина и, собственно, есть кадры того, как это выглядело на следующий день. Наползающие друг на друга слои, абсолютно неровные края. Возникает вопрос. Именно вот это и есть те самые новые технологии, о которых радостно рапортует Тимур Рафисович на оперативках. Именно вот на это были потрачены те гигантские миллиарды. Напомню, что дорожный фонд у Тимура Рафисовича в руках составляет 31 миллиард рублей. Вопросов, конечно, много. И не пора ли уже дорогому Радио Фаритовичу, который с таким очевидным мастерством, например, разоблачил коррупционную схему Киреева, когда откат на откате продавались эти подряды по ремонту подъездов, не пора ли то же самое примерно сделать с господином Мухаммедьяновым. Вот этот пример того, как на Ленина клали вот эту суперсовременную, супертехнологическую разметку при помощи совершенно средневековых методов, должен навести на мысль о том, что в королевстве господина Мухаммедьянова все неладно. Вот его рапорты о том, что он там 82,6% этой терморазметки уже нанес по всей республике, надо бы проверить, кто, как, кому перепродает эти подряды, что в итоге трое горцев при помощи топоров, газовых горелок и молотков наносят высокотехнологические немецкие составы на дороге республики Башкортостан. Пятым вопросом оперативки был вопрос об обновлении парка транспорта перевозчиков в республике Башкортостан. Однако Хабиров сам взял самоотвод и сказал, что предлагаю этот вопрос снять рассмотрение до того момента, когда в Башкировтотранс поступят новые автобусы. Здесь уже совсем не было никаких успехов, и их так и нету, кстати говоря, уже из месяца в месяц пришлось взять самоотвод. Правда, Хабиров так грозно посмотрел на Мухаммедьянова, Мухаммедьянов вскрикнул, что 15 автобусов все-таки уже пришло. Хабиров так строго спросил, так когда же мы их откроем, вот эти целых 15 автобусов на миллионный город? В следующий понедельник жалобно сообщил Мухаммедьянов. Ну, в общем, напомню, что Хабиров с Мухаммедьяновым в кавычках уступили автобусы, которые должны было купить республика и должна была купить Уфа для перевозки жителей, то ли Москве, то ли Казани. По разным сведениям, там, часть из этих вещей оказалась абсолютным враньем, потому что Москва, оказывается, в НЕФАЗе не делала никакого заказа. А вообще-то НЕФАЗ принадлежит Казани, и они, как говорится, что хотят, то и делают. В общем, автобусов, больших вот этих вот обещанных автобусов, так до сих пор и нет в Уфе, и особенно хвастаться нечем. Последний вопрос оперативки. Пятый. О качестве энергоснабжения в республике Башкортостан и мерах по его улучшению, наверное, говорить не стоит, потому что, действительно, в этом докладе не было ничего содержательного или важного, кроме того, что было предложено консолидировать все бесхозные электросети у одного оператора, вот эти идеи о том, чтобы все собрать в одну кучу и модерировать процессы из одного центра, конечно, меня не могут не пугать, но, собственно, вопрос пока как бы такой абстрактный. В оконцовке оперативки случилось традиционное ловерды от Хабирова, то есть некое отступление на вольную тему. И в этот раз оно было довольно печальным, это отступление. В частности, Хабиров обрушился с критикой на Министерство образования, и вот по какому поводу. Хабиров сказал, что вот мы в прошлый раз заслушали Министерство образования, и так, в общем-то, все было мажорненько и здорово, ЕГЭ прошел везде прекрасно, у нас там куча-куча, 100 бальников, и вообще у нас все здорово в образовании, а оказывается, в Болтачевском районе злодеи создали целую систему по фальсификации результатов ЕГЭ. И самое страшное, что эти злодеи не просто попытались сфальсифицировать ЕГЭ, а еще и попались на этом деле, их поймали за руку, и, в общем, ужас-ужас, и 16 детей остались без аттестатов. Хабиров, честно говоря, конечно, реагирует на вот эти вот обманы своих подчиненных весьма остро, ну, собственно, это можно, наверное, понять с эмоциональной точки зрения. Он настолько уверен в своей какой-то зловещей и грозной роли в Республике Башкортостан, что он слегка даже теряется, когда попадает в ситуацию очевидного обмана. В данном случае, конечно, министр образования дезинформировал Хабирова, а история с этой фальсификацией в Болтачевском районе, она еще и вышла на федеральный уровень. В общем, конечно, это ужас. Хабиров сетовал, что республика у нас теперь не прогремит, а прозвенит. Республика у нас, дескать, такая респектабельная, а теперь вообще вот ужас-ужас и позор. Честно говоря, надо отметить, что Ради Фаритович совсем не в курсе истории этого вопроса. Он не знает, что уже много лет подряд традиционно в сельских районах Республики Башкортостан происходит массовая фальсификация результатов ЕГЭ. Еще Хамитов обращал внимание на то, что почти все стобальники у нас происходят из самых глухих районов Республики Башкортостан. И даже я несколько раз слышал историю, как родители, очень сильно озабоченные результатами своих детей по ЕГЭ, в девятом классе переводят детей реально или иногда формально в какой-нибудь Хайблинский или еще далее Обзелиловский район, где дети внезапно из среднячков превращаются в стобальников на ЕГЭ. Я не берусь говорить о том, что это коррупция, хотя вероятнее всего это так, потому что совершить вот эти сложные операции по фальсификации ЕГЭ просто так, наверное, никому в голову не придет. В общем, Министерство образования сильно-сильно подвело дорогого Радио Фаритовича и лишило его одной из немногих возможностей порадоваться за итоги собственной работы. Второй частью сегодняшней передачи будет обсуждение внезапного интервью, которое Хабиров дал радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Надо сказать, что «Эхо Москвы» — наверное, единственная, настоящая, реальная, официальная СМИ, которая настолько отчаянно позволяет себе критиковать радио Хабирова. Это был, на самом деле, хороший ход появиться на «Эхо Москвы». Не берусь однозначно оценивать, насколько это получилось удачно. На мой взгляд, Хабиров пришел на это интервью совершенно неподготовленным и полагался исключительно на свою харизму. Не могу сказать, что вопросы были исключительно острые или неожиданные, хотя, конечно, надо отдать должное Руслана Валиева, который старался сделать это интервью интересным и познавательным для слушателей. Я не буду дословно пересказывать интервью, его можно посмотреть в записи на YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Буду делать некие резюме и порассуждаю насчет того, что сказал Хабиров в этом интервью. Во-первых, в строках интервью Хабиров сообщил нам, что в Красногорске ему работать было проще, чем в Башкирии, потому что Башкирия больше, сложнее и так далее, что, собственно, конечно, закономерно. Далее перешли к вопросу о муниципальном устройстве России и Башкирии. И вот тут Хабиров нам сообщил, что, по его мнению, выбирать глав муниципалитетов не следует. И обосновал это тем, что, по его мнению, народ, население в России и в Республике Башкортостан не готов к такому уровню демократии. Честно говоря, меня уже начинают раздражать вот эти рассуждения чиновников о готовности или неготовности их народа к определенной мере демократии. Может быть, стоит попробовать сначала дать им такую возможность, я имею в виду, людей, выбирать и посмотрим, кого они выберут. Но Хабиров был непреклонен. Он сообщил, что так как все муниципалитеты практически, кроме трех или четырех в Башкирии, абсолютно зависимы от него Хабирова, соответственно, он и вправе назначать туда руководителей муниципалитетов. Ну, это, конечно, отдает определенным феодализмам, в том числе таким финансовым феодализмам. Ну, в общем, Хабиров непреклонен. Он считает, что выборы в муниципалитетах проводить еще рано. Кроме всего прочего, он одарил нас перлом на тему муниципального управления. Он сказал, что от того, как работают главы, страдают люди. Но, видимо, он имел что-то другое в виду. На вопрос о том, хватает ли ему полномочий как губернатору, Хабиров, ну, как-то немножко замешкался, но тут Руслан Валеев начал конкретизировать свой вопрос и напомнил Хабирову об истории с Роскомнадзором, вот этой вот несчастной повесившейся женщиной и требованием Хабирова сменить руководителя этого федерального ведомства в Башкирии. Напомню, что руководителя этого ведомства не сменили, несмотря на требования Хабирова. Тут Хабиров, конечно, однозначно ушел от ответа, что-то такое проговорил на тему, что у всех бывают кадровые ошибки, ну и так далее. Далее Хабиров достаточно многословно, длинно и неподробно посетовал на конкурсные сложности в федеральных законах. Опять же, он стал жаловаться на то, что все нужно закупать через тендеры и конкурсы. Вот эти ужасные тендеры и конкурсы, оказывается, не дают развиваться республике, регионам и вообще всей России. И вот этот ФЗ-44 и ФЗ-214 просто как кость поперек горла стоят у хорошего губернатора, не дают правильно распределить бюджетные деньги. Напомню, что по мнению экспертов, ФЗ-44 и ФЗ-214, которые регулируют государственные закупки, являются, пожалуй, что последним бастионом на пути коррупции и казнократства в России. И эксперты полагают, что если их смягчить, отменить или видоизменить в сторону упрощения процессов, то тогда коррупция неизбежно сметет вообще экономику Российской Федерации. И вот именно против этих законов активно и многократно уже выступает дорогой Ради Фаритович. Далее в интервью прозвучал вопрос и тема, которая никогда не обсуждалась Хабировым. Это вопрос ареста Дельмухаметова. Руслан Валиев осмелился задать вопрос о том, как относится Хабиров к этому событию, не считает ли он это элементом нечестной конкуренции на политическом поле. Напомню, что Хабиров не чужой человек Дельмухаметову, который сидит уже много месяцев в СИЗО. А Хабиров вместе с Дельмухаметовым учились, учились они вместе в Турции. Они хорошо знакомы, я не могу сказать, что они друзья, но, безусловно, очень хорошо друг друга знают. Ради Фаритович в интервью полностью открестился от этой ситуации. Он сообщил, что он чист перед Всевышним по этому поводу, не имеет никакого отношения к аресту Айрата Дельмухаметова. И вообще он считает, что Айрат Дельмухаметов излишне радикален в своих суждениях и полемике. А далее Хабиров, к сожалению, опустился до попытки уничижения оппонента. А я все-таки считаю Дельмухаметова оппонентом Хабирова. Он сообщил, что не считает возможным вообще всерьез оппонировать и каким-то образом дискутировать какие-то моменты со всеми подряд, как он выразился. А дальше уже совсем было оскорбительно. Он сказал, что вот если какой-нибудь Вася Пупкин объявит себя Папой Римским, то что же нам теперь, значит, это все всерьез воспринимать, ну и так далее. Честно говоря, выглядело это очень неприлично. Наверное, неизбежным был вопрос в интервью на тему Пятого Всемирного Курултая Башкир и той скандальной составляющей, которая в нем была. Хабиров стоял на своем. Он заявил, что он очень доволен тем, как прошел Пятый Всемирный Курултай Башкир. Он заявил, что он очень доволен кадровыми назначениями и тех, кого там выбрали в начальство этого органа. Он усомнился в том, что национальные организации, которые он почему-то все время называл националистическими, должны участвовать в политическом вопросе, в политическом процессе и вообще находиться в политике. Я так понимаю, что национальным организациям Хабиров отводит унизительную роль развлекательных функций. То есть петь, плясать, бить в бубны и пить кумыс, разливать мед и скакать на лошадях. Вот этим должны заниматься национальные организации, судя по всему, в представлении ради Фаридовича и никоим образом не позволено вмешиваться в политику. Конечно же, встал вопрос о том, как относится Хабиров к этим проявлениям организации Башкорт, которые случились на этом мероприятии. Тут Хабиров как бы с металлом в голосе заявил, что в Башкортостане главным богатством является дружба народов. И каждый, кто посигнет на эту дружбу, узнает, каково на себе ощущать личную вендету ради Хабирова. Он сказал, что каждому, кто посигнет на эту святыню, объявит личную вендету. Поговорили немножко о шовинизме, о сепаратизме, который Хабиров навесил на эту организацию. Но тут уже он начал шуметь, что башкирские национальные организации проявляют этот шовинизм в случаях, когда какого-то татарина назначили директором школы. И тут же этот вопрос был политизирован, а другого башкира начали притеснять за его преступления, и это тоже было политизировано. И вообще неважно, из какого-то района, заявил Радих Фаридович. Ну да, особенно пометуя о том, что его политическая карьера начиналась и сформировалась при режиме Муртазы Рахимова, который исключительно разделял людей по районам и еще и неким кастовым принадлежностям внутри башкирского народа. И Радиха Абиров вольно или невольно был частью этой системы. То есть, перефразируя Радия Фаридовича в этом интервью, я бы сказал так, неважно, из какого района, главное, чтобы район был Ишимбайский или на ходу и конец Кумертау. Руслан Валит задал вопрос о новом законе, который еще более ограничил возможности гражданам республики Башкортостан проводить массовые мероприятия. Хабиров грудью встал на защиту этого закона, хотя формально, как он говорил, я же законник, Хабиров защищал конституционные возможности и права граждан Российской Федерации, но все это, конечно, выглядело достаточно смехотворно. И, честно говоря, вопрос о новом законе о проведении митингов был, наверное, самой такой слабой, самой неудачной частью этого интервью. Ну, Хабиров сообщил, что вот эти ограничения по местам проведения митингов, это вообще только во благо граждан, для их безопасности, для их спокойствия. Он, совершенно, видимо, не будучи осведомленным об истории этого процесса в Башкирии, сказал, что вы, такие же это ограничения. Ограничения, это когда подаешь, а тебе отказывают. Ну, напомню, что штаб Навального чуть ли не 800 раз подавал заявку на разрешенное место проведения митинга и чуть ли не 800 раз получил отказ на эти заявки. Ради Фаритович пытался защищать, значит, этот законопроект, сообщая нам, ну, есть же разрешенные специальные места. Так вот, дорогой Ради Фаритович, теперь почти нет. Я, как человек, понимающий, о чем идет речь, сообщаю вам, дорогой Ради Фаритович, почти все разрешенные места для проведения массовых мероприятий в Республике Башкортостан располагаются теперь в запрещенных местах. Дело в том, что почти все эти места располагались в скверах и парках, а теперь по новому законодательству в скверах и парках проводить мероприятие нельзя. Конечно же, Руслан Валеев не мог не задать вопрос по поводу шахан. Он задал вопрос так, а правда ли, что вот этот вот запрет проведения массовых мероприятий в природных парках нацелен именно на шаханы? Хабиров прямо взвился, да что вы, там же не сказано шаханы. Ну и в конце случился совсем уже провал, потому что обсуждая, обсуждая этот закон, вдруг Хабиров сказал, вы знаете, я не читал закон, я не читал его текст и не знаю, о чем идет там речь. Ну в общем, конечно, вот тут уже надо было опускать занавес, потому что вот то, с какой яростью Хабиров отстаивал этот закон и его заявление о том, что он его не читал, наводит на мысли. Либо он действовал абсолютно спонтанно и абстрактно рассуждал на эту тему, либо он абсолютно сознательно врал в прямом эфире, потому что третьего не дано. Ты или читал, или не читал, или скажи сразу, я не читал, я не знаю, я не готов обсуждать. В общем, конечно, здесь мы не увидели ни законника, ни политика, мы увидели человека, который пытался выкручиваться из ситуации, пытался отникиваться, пытался опровергать совершенно очевидные вещи. О выборах и о Единой России. Был задан вопрос, почему же Радий Фаритович идет на выборы от Единой России, когда абсолютное большинство, если не все губернаторы и избираемые на новой должности кандидаты, идут как самовыдвиженцы во всей России. Тут Хабиров сказал, что он никогда не был конъюнктурщиком и всегда был членом партии. И вообще конъюнктуры это не для него. И вот он с самого начала, у него никакого внутреннего выбора не было, он точно знал, что пойдет за Единую Россию. Ну, прямо скажем, это довольно слабенько так прозвучало. Потом пообсуждали немного партию, и тут начались какие-то раздвоения в его показаниях, потому что, например, дословно он заявил следующее. Партия принимала решение на себя, вот ее рейтинг и падает. Партия пытается подстроиться, и мы вместе с ней, но тяжело это дается. Позвольте, а как же о конъюнктурщиках? Кто куда собирается подстроиться? Ну, в общем, честно говоря, логики особой в рассуждениях Хабирова по поводу его партийной принадлежности и выборах не было. Завершая обсуждение вот этой партийности и выборов, Хабиров смело заявил, что эксперты его предупреждали о том, что он потеряет какие-то проценты из-за того, что он идет от партии Единая Россия. Ну и ладно, потеряю так потеряю, сказал Ради Фаридович. Вот тут, конечно, стоп. Ради Фаридович, вы не проценты потеряете. Вы потеряете долю доверия населения Республики Башкортостан, которая и так вам дается с большим трудом. Заявляя, что вы член Единой России и идете именно от этой партии, с флагом этой партии на выборы главы Республики Башкортостан, вы реально дискредитируете себя. Ну, собственно, наверное, вам виднее. Посмотрим, какой результат будет на выборах. Попытались в интервью обсудить и вопрос строительства в Уфе хосписа. Напомню, что буквально накануне разразился легкий скандалец между инициаторами строительства этого богоугодного заведения и Ленарой Хакимной Ивановой, которая пытается превратить хоспис в доходное предприятие. Хабиров сказал, что хоспис нужен, что ранее, чем через три года построить его невозможно, и он не знает, как там у них в Казани, и мы будем, видимо, идти своим уникальным путем. В общем, как говорится, дай бог, дело нужное и важное. Также Хабиров прояснил вопрос строительства соборной мечети Ар-Рахим. Он сообщил нам, что, наконец, он распутывал все коррупционные связи, нити, которые пронизали буквально духовное управление мусульман. Он их распутывал, расследовал, по всей видимости, разрубил. Он нашел новых инвесторов. Тут, стоп, минуточку, настороженный барабанный бой, а как же, Муртаза Губайдулович. И, в общем, скоро мечеть начнут строить заново. Ну, заново, не заново, а достраивать и так далее. Ни сроков, ни названия вот этого загадочного 100-миллионного инвестора Хабиров не сообщил. Но будем надеяться, что история эта завершится хотя бы в этом веке. В интервью не обошли стороной и кадровый вопрос. Напомню, что кадровая политика, кадровые решения Хабирова с самого первого дня вызывают массу вопросов, нареканий, недоумений и так далее. И вопрос к Хабирову в этом интервью был сформулирован как раз в контексте красногорской команды. Хабиров попытался вообще отрицать наличие подобного явления, как красногорский десант, красногорская команда, красногорские ребята, которые наводнили органы управления Республики Башкортостан. Он сказал, что такой команды вообще нет. Он сказал, что это всего лишь несколько парней из аппарата Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Это люди, которых он прекрасно знает и замечательно в них уверен. Позвольте, Радий Фаридович, а Прочаковская, а Кореев, не путать с Киреевым, который возглавил наш важнейший МУПТа Бегат, а Бойцова, а Забелин, а тот парень, которого никто не вспомнит, как зовут, но возглавляет комитет по какому-то там мониторингу и так далее. Это вообще все пришлые люди, расставленные на ключевые позиции. Это вообще не репатрианты из Башкирии в Красногорск и обратно, типа Абдрахимова, о котором вы с такой теплотой говорили. Нет, Радий Фаридович, Красногорский десант существует, чуждые понаехавшие есть и вопросы к нему сохраняются. Дальше перешли к обсуждению вопроса о кадровых перестановках и вот этих вот модерациях всевозможных процессов, об увольнении Ахунова с поста главы Октябрьского района. А тут Хабиров как-то так стороной обошел эту тему, что, дескать, я им не указ, но я же объяснил Мустафину, что я вот с ним работать не буду, а Мустафин уж как бы сам решил. Ну, в общем, выглядело это не очень убедительно. И к разгону Рекфонда Капремонта. Вот здесь Хабиров действительно сообщил сенсационную новость в эфире радио Москвы в Уфе. Он сказал, что я вам открою секрет. Вот, объясняя причину разгона вот этого вот, значит, Рекфонда и, собственно, скорее всего, объясняя причину увольнения Киреева с поста министра ЖКХ, Хабиров сообщил, что, оказывается, ему донесли о том, что подряды на ремонт подъездов продаются буквально как на привозе с 20-25% откатом. Хабиров взорвался, вознегодовал по этому поводу и разогнал все руководство Рекфонда. И, собственно, Киреев тоже, видимо, по этому поводу был уволен. Честно говоря, информация о том, что в ведомстве Киреева происходят жуткие коррупционные схемы, давно была известна. Раньше, чем об этом, видимо, узнал Ради Фаридович, мне остается один вопрос. Ради Фаридович, а вот наказание за такую коррупционную схему – это превращение из министра ЖКХ в вице-премьера по работе с силовыми ведомствами, да? То есть это самое страшное наказание, которое могли бы придумать для Киреева. Там в этой вашей системе координат по возмездию за коррупцию нет ни уголовных дел, ни СИЗО, ни тюремного заключения, ни штрафов, ничего, да? То есть с одного креслица в другое креслица. Страшно вы покарали своего соратника, народ вздрогнул. В общем, конечно, Хабиров полностью расшифровал свою кадровую политику. Она во многом, конечно, повторяет кадровую политику Владимира Путина. Хабиров не скрывает, что это его кумир. А одним из тезисов этой политики является «своих не сдаем». Какое бы страшное преступление и очевидное преступление не совершили ребята, вот эти вот, его ребята из Красногорской команды, судя по всему, им не грозит ни тюрьма, ни сума, ничего подобного. Грозит всего лишь повышение или перевод на новое теплое кресло. Не обошлись стороной обсуждение транспортной реформы. Собственно, здесь можно привести только мнение Хабирова о том, что творится, и как он это характеризует. Цитирую. «Люди у нас правильные, критикуют, но я упрям и последователен». Из этого мы делаем вывод, что сколько бы мы не критиковали дорогого Радио Фаритовича, борец в душе и стойкий воин никак не поддастся на нашу критику и на наши требования изменений каких-то элементов в этой транспортной реформе. Хабиров не хочет исключать малые автобусы из оборота в транспортной системе Республики Башкортостан, только потому, что он считает, что тем самым он навредит малому бизнесу. Однако он жестко намерен потребовать исполнения тех условий, которые он ставит для этого малого бизнеса. Он сказал, что десятки лет катались, как хотели, тысячи пазиков без всяких документов, но я каждый раз протягиваю им руку дружбы. Ну, прямо скажем, рука дружбы, это, конечно, была весьма прохладной, прямо скажем, и мы, наверное, еще увидим много моментов и противостояний в истории с этой транспортной реформой в Республике Башкортостан и в городе Уфе. Резюмируя вот это интервью, я бы сказал так, что ни интервьюер, ни интервьюируемый не были готовы на самом деле к этому формату. Хабиров полагался на свою харизму и предполагал, что будут обсуждаться, видимо, только наезженные вопросы. Я не знаю, обсуждались ли темы вопросов заранее. Руслан Валиев молодец, несмотря на все недостатки этого интервью, он достаточно достойно его провел. Для него, конечно, это внезапно такой формат личности, который появляется у него. Это впервые, в общем-то, губернатор, руководитель Республики появляется в прямом эфире «Эхо Москвы». Руслан, в любом случае, молодец. Жаль, конечно, что аудитория этого интервью ничтожно малая. За первые сутки посмотрела тысяча с небольшим на YouTube-канале, но и сама аудитория «Эхо», к сожалению, в Уфе не очень велика. В связи с этим я официально приглашаю вас на интервью. Я готов у вас его взять. Я вам обещаю несколько большую аудиторию, чем у вас была на «Эхе Москвы». Ну, а вот по содержанию, как говорится, посмотрим. Я, конечно, отчасти шучу, потому что понимаю, что Ради Хабиров никогда не решится дать мне интервью, потому что не сможет этого сделать. Но, тем не менее, формально и официально я вас, Ради Фаридович, приглашаю. Ради Хабирович